Брестский молодой ученый Екатерина Басалай – человек, увлеченный наукой. Девушка занимается исследованием органических веществ в почве и осадков сточных вод Брестской области уже не первый год. Но для большего углубления в тему Екатерина Басалай стремилась попасть на трехнедельную экспедицию Арктического плавучего университета с 2019-го. Но исполнить мечту удалось только в этом году. Об этом девушка рассказала нам, находясь на своем рабочем месте в лаборатории биогеохимии Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси. Попасть в данную экспедицию я пыталась с 2019 года, когда являлась стипендиатом неправительственного фонда имени Вернадского. И пройдя закрытый конкурс именно среди студентов данного фонда, студентов, магистрантов и аспирантов, я стала получателем стипендии и выиграла данный конкурс на поездку в Арктику. Однако в 2019 году обстоятельства сложились так, что времени на проверку меня таможенными службами, к сожалению, не хватило, и в экспедицию я не попала. В 2020 году вмешался коронавирус, и в 2021 году, в марте, я узнала, что экспедиция все-таки состоится. Действительно, если есть мечта, ей свойственно исполняться. Екатерина стала участницей проекта «Арктический плавучий университет», цель которого – исследование экосистем Белого и Баренцева морей. Тема непростая, требующая комплексного подхода. Для выполнения этой задачи на просторы Северного Ледовитого океана отправилась экспедиция в составе более 150 человек, где кроме Екатерины были российские студенты, магистранты, аспиранты и ведущие ученые, чьи интересы сконцентрированы на изучении области высокоширотной Арктики. В этом году очень многое для участников экспедиции было впервые, несмотря на то, что проект начал свою работу еще в 2012 году. Впервые в этом году, начиная с 2012 года, мы шли в экспедицию на легендарном судне «Михаил Сомов», который дрейфовал и в Антарктиде три раза, и который назван в честь выдающегося ученого Михаила Михайловича Сомова, океанолога, который, кстати, похоронен, и у него над гробья установлен камень из Антарктиды, что очень интересно. Да, он изучал и Арктику, и Антарктику, выдающийся ученый. Впервые мы путешествовали на Михаиле Сомове, раньше был профессор Молчанов судно, и меньше, и по классу ледовому, и по размерам, ну и по вместимости. Впервые с 2012 года наши высадки осуществлялись именно на вертолетах, до этого все экспедиции высаживались на шлюпках. Впервые в этом году представлен столь обширный научно-образовательный блок, это 13 блоков, такого никогда не было. Впервые в этом году у нас были группы по изучению морского мусора и микропластика, чем, собственно, я и занималась. В зону ответственности Екатерины Басалай входило изучение морского мусора и микропластика, и работа ее команды состояла из нескольких блоков. Первый и самый тяжелый – фиксация мусора и занесение его в протокол с дополнением фотографий и GPS-координат. Работа круглосуточная вахтовым методом по ходу движения судна. К слову, эти исследования в Арктике ведутся не первый год, и на постоянном контроле находится динамика, количество в воде микропластиком. Самое интересное – это работа на высадках. На высадках удалось очень качественно поработать на архипелаге Новая Земля в районе мыса Желания. Нами было исследовано побережье Баренцево моря и буквально рядышком побережье Карского моря. И на острове Белл удалось осуществить уборку мусора. На острове Белл подобная уборка в истории человечества еще никогда не проводилась, во всяком случае официально. Там нет никакой метеостанции, туда нога человека не уступала. Поэтому на южном побережье данного острова также мы убрали мусор. Состав на вот этих трех точках очень сильно различается. Если на Баренцево морском побережье огромное количество флаконов и вообще самое большое количество мусора было найдено, то, например, на острове Белл всего лишь 10 килограмм 11 на основном полигоне, плюс 3 килограмма на дополнительном полигоне, который у нас неучетный. Удивительно, на острове, где не ступала нога человека, нашли такое большое количество мусора. Удивительно, но факт. Откуда он, спросите вы? Все просто. Движение частичек микропластика идет из наших домов, поступает в канализацию, выносится в реки, моря, океаны и выбрасывается на острова. Со временем здесь собираются горы мусора, что может привести к галактической катастрофе. И вот вам урок, говорит Екатерина. Чтобы этого не случилось, необходимо сортировать отходы, отказаться от неперерабатываемой упаковки и ввести привычку всегда разделять мусор. А еще подчеркивает, все исследования ученых Арктического плавучего университета идут в международную базу, анализируются и принимаются соответствующие решения, которые должны предотвратить эко-катастрофу.